Игровая индустрия странная вещь. Шутеры и милитаризм в целом популярны, но как только мы отходим от пехоты в какие-нибудь самолеты, то тут ситуация становится грустной, и я тоже становлюсь грустным. Оказалось бы, летать и стрелять из самолета так же весело, как и бегать за чувачка с винтовкой. Так, я не беру во внимание сосионки, понятно? Сосионки пускай остаются дойной коровой. Я больше про синглы сейчас говорю. Как итог, полноценных игр про танки не выходит уже давно, они лишь эпизодически появляются в шутерах или где-нибудь еще, например, в стратегиях. Впрочем, как и корабли. А вот авиацию вроде можно назвать живым жанром, но который поделен на два лагеря. Авиасимуляторы и аркады, где первый требует от вас буквально прохождение курсов по управлению F-14, а так же наличию кокпита рядом с вашим компьютером. У вас есть что-то из этого? Я так не думаю. Даже желания у вас скорее всего нет. Аркады, в свою очередь, требуют лишь клавиатуру с мышью и чуток заинтересованности в этом жанре. Но последнего у вас не будет, ибо рынок аркад полон дерьма, буквально. И этот весь мусор отталкивает обывалого юзера от желания искать какие-то прикольные игры про самолеты. Но! Я порылся. Я нашел. Целых две игры, которые стоят внимания. Ace Combat 7 Sky's Unknown и Project Wingman. Много экшена, эпичной музыки и аниме. И это охуенно! Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Тут бы охуенно смотрелась реклама в арта, да? Охуенно, блядь. Итак, начнем с Ace Combat. Начало этой серии игр лежит еще в... Давно это было, короче. Целых семь номерных частей и несколько спин-оффов успели выйти за все это время. А это значит лишь одно. Людям нравится. Продукт проверенный, который собрал фан-базу. Еще бы, блядь, кому-то не нравился концепт колды в воздухе. Только вот в колде вселенная была нашей. Плохие русские против храбрых американцев. И как бы вникать не надо было. Ходи да стреляй в болванчиков. Хотя такое было и в Ace Combat Assault Horizon. Но это спин-офф. А в каноничных частях Ace Combat решили создать свою вселенную. Свои страны, иные языки. Бля, короче. Седьмая часть, как и любая другая. В целом имеет самостоятельный сюжет, который плюс-минус дает понимание, что и зачем мы делаем. Единственный прикол сюжета седьмой части в том, что главный герой ебучий терпила. Не знаю насчет других частей, но в седьмой это так и это ой, как тупо смотрится. Блядь, сами посмотрите. Во время миссии по сопровождению транспорта президента случается кое-что печальное. В него попадает ракета и президент умирает. Все в шоке. Никто не понимает, откуда прилетела ракета. И какой-то пидорас вкидывает информацию, мол, эта ракета была из наших. И ближе всех к транспорту президента были мы. А значит ракету пустили мы. И мы, блядь, виноваты. Сука, может быть ты хоть что-то скажешь в свою защиту? Ну хоть слово. Тебя только что обвинили в убийстве, блядь, президента. Мужик, какого хуя? Комары ебаные. Секундочку. Это нереально. Откуда они, блядь, берутся? Вы, наверное, все это время задаетесь вопросом, при чем тут аниме? Ну, пожалуйста. Во-первых, персонажи нарисованы буквально как в типичном 3D аниме. Во-вторых, катсцены и диалоги пропитаны бессмысленным пафосом. И просто иногда выглядят странно. Прямо как в аниме. Вот пример. Это типа ученый, который, ну, злой, короче. Создал этих вот дронов, дохуя умных. После потери орбитальных спутников по всему миру и потери связи, он решает свалить куда-нибудь в безопасное место. Вот видно, как он собирается. Да, вот уже выходит из ангара. Но постойте, а как насчет внутреннего монолога посреди ангара? А няня, которая собирает детей к отлету. Да, ебать у меня халат охуенный. Да и что греха таить? Я охуенный. Ну ладно, я пошел. Думаете это все? Вот еще один пример. Обычная боевая миссия. Летали себе, стреляли. Но весь замес в том, что в этой огромной башне находятся наши союзники. Вот это королева свалки и принцесса вражеской страны. Бегают они себе по этой башне и пытаются отключить дистанционно щит вот этой огромной штуки. Бабы справляются, щит отключается, мы сбиваем огромный самолет и тут происходит следующее. Те, кто были в этой башне, решают свалить. Ну, по старинке, по лестнице, на что принцесса говорит, что хочет с парашютом сигануть. Ну, она как Халк, знаете, лестницы ненавижу. Нам как бы и показывают, что она прыгнула с парашютом и в нее въебался самолет. Но не так быстро, блин. Принцесса нахую вертела самолеты и уж тем более ракеты. И вот уже в финальной катсцене она стоит тут. Вот, да, охуенно. Что? Я думал, я тупой. Ну, объективно, где-то проебался. Но я полез на форумы, на вики и там черным по белому говорится, что эта пизда после войны сформировывает временное правительство и вообще у нее все шикарно. Вопрос. Че это было? То есть, кто это был? Это гениальный проеб или фишка? Ах да, осторожно. Спойлеры. Короче, это пиздец. Сложно следить за лором этой вселенной. Я попытался все разузнать, смотрел кучу видео про лор, но я не смог выникнуть, а точнее запомнить, кто есть кто. Я то и дело путался в странах. Я, блядь, не понимаю, за кого я, сука, воюю. За Осию или Русию, блядь? Единственное, что мне понравилось в лоре, это полное имя Михаля, главгада из этих вот катсцен. Звучит оно пиздато, и каждый из вас хотел бы себе такое имя. Представьте, если бы меня звали Михай, Думитру, Маргарета Корнели, Леопольд, Бланка Король, Эон, Игнациус, Рафаэль, Мария, Никетес, Ашелаги, Ландерс. Пиздос, даже ПНГ-пёсик охоел с такого имени. Он вообще моргает? Алло, аллоу. Но можете не париться, сюжет тут ощущается таким, будто бы для каждой миссии его писали отдельно, отчего он плюс-минус может быть самостоятельным для каждой отдельной миссии. Именно поэтому я этот проёб с парашютом заметил не с первого раза и просто наслаждался полётами, ибо управлять самолётом тут одно удовольствие. Как я говорил ранее, симуляторы не прям уж весёлый и кайфовый жанр для меня. У меня нет никаких джойстиков и прочей херни, чтобы прям наслаждаться симуляторами. И если в вашем симуляторе нельзя сделать так... То иди нахуй, сынок, дай поиграть в хорошую игру. Поэтому, имея клаву с мышкой и ничего более, я вполне могу насладиться воздушными баталиями. Спасибо, ебать, я доволен. Отдельное спасибо за возможность управлять мышью, а не стрелочками. Вы просто не представляете, как же удобно управлять мышью. Да, в прошлых частях Ace Combat и в целом играх про самолёты зачастую встречается схема управления исключительно клавишами. Как раз из-за наличия всего одного типа управления, а именно клавишами, я могу понять тех, кто обходил эти аркады стороной. Потому что... Да ну нахуй в пизду это невозможно, блядь. Отчётливости вообще никакой на клаве добиться невозможно. Это как коровы в воздухе управлять. Блядь, я не могу, сука! Да, в этих аркадах есть ракеты с наведением, что облегчает войну с вражескими противниками. Но также тут есть и пулемёты, которые делают... Вот у них уже нет никакого автоима. Тут хочешь, не хочешь, а целиться надо. А ведь люди мало того, что на клаве всем этим занимались, так они ещё и на консолях играли. Я себе, блядь, представить не могу, каково это, играть в авиасимулятор на этом. Поэтому возможность отчётливо управлять с помощью мыши, это небесная благодать. Это буквально упрощает и управление, и стрельбу. А управлять придётся разными самолётами, которые отличаются друг от друга поведением в управлении и видом вооружения. Всего самолётов тут, ну, много. И пусть вселенная и вымышленная, но самолёты тут вполне настоящие. Рапторы, Сушки, Ф-14 и тот самый А-10, который делает... Все эти самолёты открываются за кредиты, которые можно получить за прохождение миссии. Чем больше очков набираешь, тем больше кредитов по итогу получишь. Но когда речь заходит об подготовке самолёта перед миссией, то тут всё как-то скучно. В дополнение к стандартным ракетам, которые стоят в первом слоте, всегда можно взять особые какие-нибудь ракеты или бомбы во второй слот. Тут уж от самолёта зависит, из чего придётся выбирать. А также скины, перки, эмблемы, это тоже всё есть. Но ведь скучно. Вот что действительно не наскучит, так это моды. Чего только нет на Nexus Mods. И ребалансы, и скины с аниме-девочками, и переозвучки. Но самое ебанутое, что вы можете там найти, это Фенрир и его ракеты, которые делают. Но быть всесильным скучно на самом-то деле. На пару раз тебя хватает повеселиться, а дальше как-то невесело. Ну не сложно, не чувствуется игра. Ace Combat наоборот раскрывается тогда, когда ты ставишь высокую сложность. Сразу чувствуется драйв, накал страстей, адреналин, ощущение борьбы. И вдобавок к этому, все эти ощущения приумножаются, когда ползунок громкости музыки выкручен на максимум. Ведь саундтрек Вейс Комбат, это самое пиздатое, что я слышал за последнее время. Вейс Комбат, Файр! КОНЕЦ ФИЛЬМА ВСЕАНО НАПРЯЖДЕНИЯ НАПРЯЖДНЯ НАПРЯЖДНЯ НАПРЯЖДНЫЕ ФИРМА СПЕРНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВВУКОНА ВСЕЗГУ ЕСЕЗГУ Both lord ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но, блять, в семье не без урода. Всю эту картину портят всякие гитарные мотивы. Прям, ну, не в тему, я считаю. В тему как раз была бы Мика Кабояши или Савана Хироюки, которые делали саундтреки для разных аниме. Но если братья из Комбат, то сюда можно было бы пихнуть что-то из Ольдного Зера, как пример. Блять, это идеально подходит по настроению и атмосфере. Вот, смотрите. Вы думали, я вставлю очередную нарезку под пиздатую музыку? Авторское право делал такое, я проблем не хочу и вам не желаю, но пиздатая нарезка будет в Телеграм-канале. Но это не точно. А теперь внимание. Что если я вам скажу, что где-то там, в подвале, сидит инди-разработчик, который уделал Ace Combat по множеству параметров? Проджект Вингман необычный и очень сочный, сука, рыжий фрукт. Ну, рыжий, потому что тут много рыжего визуала. Тут по лору что-то рыжее открыли, типа источника энергии. Потом что-то все наебнулось. Природный катаклизм, апокалипсис, все дела. А потом этот сраный, вонючий, рыжий фильтр накрыл всю планету. Сюжет не самая сильная сторона Проджект Вингмана. Это сразу понятно. Но местами постановка и режиссура могут удивлять. Например, момент, когда война вот-вот могла закончиться. Но один психопат на Вондер Вафле решил всех уничтожить. Как это было? Под конец битвы за столицу врага противник полностью капитулирует. Но сначала начинает странно барахлить связь. Затем радары. А потом прямиком с неба на вас летят сотни ракет. Ах да. Спойлеры. После этого наступает последняя миссия, которая полностью состоит из битвы с боссом под пиздатые осты. Жалко, что пиздатый саундтрек включается только тогда, когда вам приходится биться с Кримсом Сквадом. Это типа пиздатый отряд крутых либ... Либерах, блять. Это типа пиздатый отряд крутых ребят. Вот казалось бы, где вы увидите бой асов, которые булят друг друга во время боя? Главарь этого отряда буквально в последнем бою поливает говном мой отряд. Отчего у моего напарника сгорела жопа, и он расхуярил себе рацию. Я, к сожалению, не видел, какими словесными приколами поливали моего союзника. Блять, простите. Я был увлечен пиздатым геймплеем. Ведь мало того, что у меня управление прямиком от улиток, так мне еще, наконец, дали возможность брать с собой разные типы ракет, и что немаловажно, много ракет. Вот тут я бы на самом деле стал рассматривать игру до прохождения кампании и после. Потому что в первый раз, когда вы ее проходите, ну, это ознакомление больше. Вы щупаете, открываете самолеты, учитесь летать туда-сюда, а уже после прохождения игры в первый раз, во второй вы получаете в два раза больше всего. Например, пизды. Открывается менюшка с бонусами, которые добавляют приколы в игру. Их тут не так много, но вот какие я использовал. Ну, естественно, в два раза больше врагов, и в два раза больше урона, который вы наносите и получаете. С этими модификаторами пиздюли, которые ты будешь получать из обычного «Эй, ты еще с нами? Ты еще летаешь?» превращается в Хардкор теперь хардкорнее, как никогда. Ведь даже с такой вундервафлей, которую можно получить после первого прохождения, ты все так же уязвим. Еще одна отличительная черта, это режим завоевания. Что-то типа рогалика, где ты воюешь, зарабатываешь кредиты, тратишь их на свою армию или покупку самолета. А, еще тут забавная генерация уровней. Я, бля, надеюсь, у меня есть эти футажи. Нет. В один момент тебя может кинуть в охуеть какую яркую погоду. А в другой уже будут самые странные облака в твоей жизни. Хотя, вот это еще хуже. Да, моды не обошли стороной и Project Wingman. Опять же, тут есть многое. Ребалансы, модельки, скинчики, новые типы вооружения. Например, Но таких бомб не так много. Можно взять с собой всего три штуки. Да и не на все самолеты их можно повесить. А то, что вы видели в начале, это вырезанные самолеты. Даже с такими модами и модификаторами перепроходить по нескольку раз компанию или пылесосить завоевания не очень-то хочется. Хватило меня где-то на 10-15 часов, что в целом для такой игры, ну, нихуёвый результат. Ace Combat по реиграбельности пусть и проигрывает, но у него есть, помимо основной компании, три миссии из DLC и мультиплеер, который я, блин, почему-то не могу попробовать. Вот это да! Итог такой, что не стоит перенебрегать новыми для себя жанрами. Пусть и в массе своей игры в них могут быть ужасными, но, как показала практика, находятся и нормальные игры. Но говна всё равно слишком много. Рад за вас, дорогие мои, что вы теперь знаете на две охуительных игры больше, чем раньше. Вопрос лишь в том, поиграете ли. Но мне как-то до пизды, я пойду следующее видео делать. Увидимся через месяц. Шучу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова